Вот эти занятия начались уже в 1991 году, с года основания Потеряевки. Они проходили на территории, где коровы загоняют. И там у меня одно строение есть, трёхэтажное. Балерина называется, расширывается башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. На нижнем этаже разные там хомуты, велосипеды хранились. На втором этаже самый большой архив. Речь идёт о сотнях килограмм, может быть. Газеты разные, для будущих потомков написано. На нижнем этаже там ещё и большой железный сваренный лазь называется. Большой, несколько кубометров. Продукты разные хранить от мышей. Что не всегда удаётся. А на втором, там и специально сделали нары такие, как бы. Но по ширине всегда не меньше метр восемьдесят. Потому что мы не знали, сколько людей приедут. К нам написали письма полторы тысячи человек. А разрешили мы приехать только троим. Ну, нужно, чтобы человек знал условия. Он не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. И доказать это. И были средства построить дом. Подсобное хозяйство. Купить скотину. Ну, то есть, и как сбывать, куда ездить. Это не одного дня дело было. И вот эти занятия я проводил по воскресеньям. По тематике. Откуда тему брали? Ну, вот оно видно, где возник человек, который стал творить всякие пакости. Он потом ушёл к баптистам. Потом ещё куда-то. Сейчас сидит дома. Он стал развратищить, совращать жён. И были падшие от него. То есть, совершенно человек потерял веру. А он был близок мне. Он был единственным, кому мы даже платили как бы небольшой оклад. Он по соседним деревням ездил в школах и благовествовал. Там называется здесь и фамилия, и имя, и всё. Жена его осталась. У нас Хлешанка. Вот она работает. А дети все у него, конечно, пали. Ни одного здесь нету. И нельзя ничего было сделать. А как сохранились эти записи? Маленький магнитофон был, кассетный. У Игоря Барабаша, старосты. И он это записывал. И вот здесь нету аминь. Почему? Они оборваны. Все занятия оборваны. Вот, допустим, к нам приехал кто-то. Значит, тема гостей. Начался дождь. Дождь. Если даже то ли построили, тема туалет. То есть всё, что... Инструменты привезли. Для всех раздавали инструменты. То есть тема очень интересная. Но тут нужно сказать, что про интернет. И мы ничего не знали. Ничего этого не было. Я к каждой проповеди готовился на этой балерине. На третьем этаже, где была голубятня и спальня моя. Там я принимал гостей. Как туда залазить было. Всё это внутри. А балерина почему? Потому что подсобный материал, клён. Кривые такие стволы. Вот как ноги у человека похожие. Ну, потом закопали рядом бетонные пастынки. Павел наш, брат, помог. Чтобы давно уже всё упало. Высокая она. Это здание. Балерина называется там. И вот мы сохранили через Игоря. А потом мне тут один помог сделать. Анатолий Кузьмищ-Петеримов. На кассетном магнитопоне. Чтобы ногой включать и выключать. И вот это что здесь будет? 123 занятия. Сохранившиеся. А может не сохранилось? Сотни. Никто не знает. Это Игорь мне в своей плёнке отдал. Я ногой останавливаю и всё печатал сам. Все данные беседы, мной напечатаны. Они не полные. Ну и так много, что услышано. В то время не было никаких поисковиков, которые составил библейский поисковик Тимофей Ха. Вьетнамец. Я могу через 10 секунд найти любое слово и сколько есть. А тогда мне вручную надо было пальцем вводить. Симфонии на неканонические книги не было. Это всё на память делал. Откуда вы это всё помните? Я ежедневно занимался. К каждому занятию я готовлюсь неделю. А занятия в воскресенье после богослужения. Собирались на эту территорию. Там у нас теперь лабос, где хранятся продукты. На железных рельсах подняты. Он как вот от медведей в тайге прящет. Так и мы от мышей, от грызунов, от крыс. Как вот всё это сохранилось? Если бы не Игорь Барабаш, этого бы ничего и не было. Как я сейчас сижу пальцем, веду там по симфонии, ищу слова. И поэтому в цифрах может быть сегодняшним какое-то разночтение. Потому что я брал в одном падеже, а там разные другие были. Мог и пропустить. Но приблизительные, я заранее как бы оговорюсь, почти точные. Там написано 47 раз, берегите, а может быть 48. Сегодня я знаю на 100% точно техника. Тогда это всё делал на память. Как сороблятцы говорят, на память. И вот это нужно людям дать знать. И уже тогда были какие разночтения. Что он отошёл, и вот это головёшки летят. Это пророческий сон был. Никто не знал, где он безобразничает, и что летит. И его нельзя было выжить. Тогда первый крестный ход сделали вокруг его усадьбы. И его вымело оттуда. Но он продолжал гадить, распространять мерзости. Вот сейчас ролики против меня составляют. А мы Ваалом, и как только не называют. Их Господь страшно покарал. Кто к нему был прилепленный. Нельзя говорить даже, что с ними Господь сделал. Настолько ужасные казни пошли. Не от нас. Нет. Никак. Мы только молились. Поэтому эти занятия, это не проповеди. Это занятия. А на занятиях можно называть имена и всё. В храме этого нет. Никогда, ни разу, нигде. О чём сказал Златоуз. Сегодня священники не знают об этом. И против меня говорят, называя имя, фамилию. Златоуз, говорят, запрещается это. И под причиной той-то всё показывает. Человек услышал, обнаружили. Он засиделся и больше никогда в храм не придёт. А это, как говорится, домашние дела. И они иногда где-то в воскресенье ездили. Ворованное там покупали на полях пшеницу. То есть они во всё тяжкое пустились. И сколько их было, их фактически вымел Господь всех, кроме одного человека. Которые за жены держатся ещё здесь. Вот это нужно, чтобы люди знали, как это всё идёт. Но эти люди в наших молитвах отошёл. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Занятия по теме «Берегись». Книга «Открытым оком», том 3, страница 453, Игнатий Лапкин. Прощаясь со своими учениками, Христос дал наказы, которые касаются и всех нас. Он предупредил, что будут войны, химические, атомные, бактериологические. Но главное не в этом. Евангелие от Марка 13, 5. Отвечая им, Иисус начал говорить. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить». «Я Христос и многих прельстят». Тех, кого прельстят, надо думать, что и они будут искренне верить. Если вааловы жрецы скакали и кричали Ему, то значит, что они когда-то что-то получали после этих воззваний. Третье царство, 18-28. «И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним». «Разве будут коммунисты кричать?» «Ленин, помоги нам!» «Услышь нас!» «Сталин!» «Значит, были им и явления каждому». Речь о прельщении идет внутри христианства, потому что прельщение будет на уровне принятия Христа. «Люди будут выдавать себя не за Будду или за Кришну, но за Христа, как Виссарион и Белое Братство». Слово «берегись» всегда означает смертельную опасность и встречается в Библии 23 раза. У нас слово «внимание», а в Библии его нет. Есть «внимательно». Это слово еще 27 раз предупреждает об опасности, чтобы береглись беды. Итого, 50 раз Бог трогает нас, останавливает и предупреждает, предостерегает. Если бы усвоили по одному предупреждению за неделю, и весь год был бы безопаснее. Мы в лагере осторожничаем с огнем, и Господь хранит нас уже 29 лет. Даже если ребенок найдет спички, он должен тотчас предупредить старшего, а сам к ним не прикасаться. Первое предупреждение. Бытие 24,6. Авраам сказал ему «берегись, не возвращай сына моего туда». И далее эта угроза все жестче и грознее. Ибо последствия несоблюдения будут очевидны сразу же. «Придумали лечить от наркотиков, от алкоголя. Никогда этого никто не знал. Это никакая не болезнь. Стоит только арестовать человека, и он нормальный, делается сразу же. У мусульман их лечат очень быстро, за один вечер. И они уже никого не обворовывают, не отравляют. Взошел Моисей на гору и предупредил, что кто за черту перешагнет, смерть. Даже скотину побить камнями или стрелой. Если жена твоя зовет к иным божествам, не пощади. Перед смертью можешь ее поцеловать, но не больше. Придумали сегодня разные лазейки, что можно грешить, и Бог не накажет. Евреям 10.28.31 Если отвергшийся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тегчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, «У меня отмщение, я воздам», говорит Господь. И еще, «Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого». Второзаконие 4.9. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». Не забывайте, какую мы имеем тут свободу. Вообразите, что мы вкорчено. Кто бы там стал бить в колокол или вот так собираться, чтобы свое отдельное деревенское собрание было? Берегитесь. Не обольститесь оборачиваться на то, что ушло уже от нас. Пока люди были в Египте, им Бог не дает никакого закона. Нужно сначала было выйти. А потом уже устав составили. Второзаконие 15.9. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения. И чтоб от того глаз твой не сделался ни милостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя к Господу, и будет на тебе великий грех». «Не у всех будет по пятнадцать голов крупного рогатого скота и по четыре трактора. Заботьтесь и о вновь приезжающих в Потеряевку». Второзаконие 23.9. «Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого». «Это бабки своим внукам говорят, пусть внучки подольше поспят. И нужно разобрать, что в этом худое. Те, кто не ходят на наши занятия, они худо делают. Вчера на нашем богослужении некоторые не были, а мы говорили о молитве, и они этого теперь не знают. «Берегись заклятого». А то уже в начале бутылкой рассчитываться. Это заклятое. «По полям чужого ворованное не покупай. Оно заклятое со всех сторон». Иов 36.21. «Берегись. Не склоняйся к нечестью, которое ты предпочел страданию. Учи этому ребенка, чтобы матеркам не научился, ибо это зло свирепствует в школе. Не сообщайся с ними. Не заходите в столовую. Молодежь склоняется, и потом впадет в блуд. И мозги проедены, и потом ему в дом кирпичи летят». Сирахова 22.13. «Берегись от него, чтобы не иметь неприятности и не замарать себя столкновением с ним». Сирахова 26.13. «Берегись без стыдного глаза, и не удивляйся, если он согрешит против тебя». Сирахова 28.30. «Берегись, чтобы не споткнуться ими и не пасть пред злоумышляющими». Сирахова 29.23. «Помогай ближнему по силе твоей и берегись, чтобы тебе не впасть в то же». Тавита 4.12. «Берегись, сын мой, всякого вида распутства. Возьми себе жену из племени отцов твоих, но не бери жены иноземной, которая не из колена отца твоего, ибо мы сыны пророков. Издревле отцы наши, Ной, Авраам, Исаак и Иаков, «Помни, сын мой, что все они брали жен из среды братьев своих и были благословенны в детях своих, и потомство их наследует землю». Саша натравливает против нас ребят Устиновых. Притчи 22.5. «Терны и сети на пути коварного, кто бережет душу свою, удались от них, он коварный, прогони его, и сбережешь душу твою». Хорошо, слышишь, Роман? Прогони его со двора палкой, берегись, он много зла уже натворил и будет еще больше творить. У него задача такая от лукавого. Теперь уже разные люди приходят и рассказывают, как он травил их пакостными разговорами против меня. И запуталась нога его, и пал он смертельно, без нашего вмешательства. Там терновник и непрерывно ставят сети. То он крышу починить хочет сюда приехать, то другую беду затевает. В дом не запускай и не разговаривай. Еремея 9.4 «Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня», говорит Господь. Малахия 2.15 «Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». Здесь уже вплотную подходим к Новому Завету. «Иной может только стонать. Берегись такого настроения. Это тебя ни на шаг не приблизит к радости Господней. Радостный будь и во время поста, чтобы других приободрить. Берегите дух ваш». Матфея 7.15 «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Здесь тебе никак уже не обойтись без занятий, и читать Библию надо будет постоянно. Иначе не будешь знать, кто такие лжепророки». Иеремии 23.28 «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у Микины с чистым зерном?» говорит Господь. Нужно отличать Микину от чистого зерна. Чтобы не слушали в храме, обязательно. Спаси Христос, батюшка. «Да ты пойми сначала, что там сказано. По делу и по Писанию, или очрева своего сказано. Берегись». Это более в частном порядке. Как бы к одному человеку сказано. Но есть еще предупреждения, как бы для всех, для общества верных. Таких предупреждений в Библии еще 23. Послание Иеремии 1.5 «Берегитесь же, чтобы и вам не сделаться подобными иноплеменниками, и чтобы страх пред ними не овладел и вами. Видя толпу спереди и сзади их, склоняющуюся перед ними, скажите в уме, «Тебе должно поклоняться владыка». Премудрость Соломона 1.11 «Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу». Иисуса Навина 6.17 «Но вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Деяние 13.40 «Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков». 2 Петра 3.17 «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Полным крушением закончилось у беззаконников их противление истине. 1 Коринфянам 8.9 «Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Галатам 5.15 «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Если не будете дружны, если не будете прощать друг другу, дом разделится тогда сам в себе и ему не устоять. Если будете один на другого клепать пред внешними. К вам уже приезжал пожарник, рассказал, где богор, где бочка, как тушить. Что из этого сделали? На лето можно же бочку налить водой и в случае чего бочку подвести к огню. Так ничего и не сделали. Создайте команду. Еще о том говорить надо. Вижу сон, что горит дом Саши, дмухи. Летят головешки через березы, но думаю, пока долетят, они уже погаснут. Но они падают на крышу Виталия и все горит уже. Лезу на сарай, но не могу залезть». Филиппийцам 3.2 «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Деяние 13.41 «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо Я делаю дело в одни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Придет время и окончатся эти занятия, и потом, когда будут новые люди, они будут вопрошать, что на каждый вопрос можно было получить ответ, и вы не ценили это, презрители истины. И вы тут вот сидите и наслаждаетесь этой тучной трапезой, а других сюда и канатом не затянешь. Легче верблюда сюда завести, чем этих прихожан. Оцените сегодня вы эту благодать Божию, сколько нам радости дают строки Слова Божия. И придет сказанное в этих словах на нас. Нам все кажется, что наказание – это не про нас. Как раз к нам это и относится презрители. «Господь предупреждает, что если не будем трудиться для Господа, будем гореть синим пламенем, понесут нас на виллах отсюда». 2 Тимофея 4,14 «Александр много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Надо было беречься и не ссылаться на общее, что есть у вас. Берегитесь, Иуда 1,23, а других страхом спасайте из торга и из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Сирахова 22,12 «С безрассудным много не говори и к неразумному не ходи. Берегись от него, чтобы не иметь неприятности и не замарать себя столкновением с ним. Уклонись от него, и найдешь покой, и не будешь огорчен безумием его. Что тяжелее свинца, и какое имя ему, как неглупый». Слово Божие повелевает, и об этом разговор уже должен быть окончен. Появился такой хамовитый человек, ты его не исправишь, а сам заразишься. Вы себе на уме сейчас думаете, что уже и так много знаете. «Моисей много знал, был боговидец, но ему подсказал тесть его, чтобы он судил только важные дела, а не мелочи домашние. Сам пророк и не додумался до этого. В одном человеке все не может быть. Арсений Великий делал так, что когда сидел, то закладывал нога на ногу. «А что тут особенного», скажет любящий, скажет любой сегодняшний знаток нравов. Братья же рассудили не так, но признано было это неприличным. И тогда братья решили так. «В присутствии Арсения сделай так же, а я тебе сделаю замечание». И он поймет. Так и устроилось все. Слыша это, самый умный человек в империи вдруг и понял, что как же так, такое простое дело, а он и не додумался сам. Камень о камень шлифуется, а люди научаются один от другого. Казалось, что после Соломона чего уж можно сказать. Сколько всего понаписал и о птицах, и о букашках, и о женщинах. Но вот родился Иисус Сирахов и дерзнул, посигнул на мудрость Соломонова, расширил, добавил и едва ли не превзошел. Уже три Евангелия написано, но Иоанн не решил, что будет лишним еще одну Евангелие написать. На фоне грамотных посланий Павла, кто бы вообще мог посягнуть на эту область? Ничуть не бывало. Совершенно неграмотные рыбаки Петр и Иоанн еще пять посланий написали, Иаков с Иудой постарались, и лишним это не стало. В одном человеке всего быть не может. Если сказано, что такой одеждой нужно гнушаться, будь то брат твой или сват, тебе и спорить не нужно, и размышлять не стоит, а удержись на том, чтобы тебе это исполнить, и как можно точнее. Этим ты поможешь впавшему в грех. Ты его не суди, не выноси приговор, если он раскаивается. Если в чем кого осудишь, то в то же и впадешь. Только не будь дерзок, не погуби совесть свою. Сирахова 29.23 Помогай ближнему по силе твоей, и берегись, чтобы тебе не впасть в то же. Римлянам 11.20 Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Премудрость Соломона 1.11.12 Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу. Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. У нас в православии очень много наносного. Крестные ходы вокруг мест. Где-то кто-то на столпе, кто-то в озере простоял. Вот газеты. Парламентская газета, Известия, Комсомольская правда и другие. И все об одном. О строении новых храмов, об иконах, о крестах, о мощах обретенных, о поиске этих мощей, роют траншеи. Берегитесь лжепророков. А они собрались в православии. Разве патриарх не знает про эти поиски и изыскания по всей России? Что тут есть евангельского? Филиппийцам 1.27 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Даже намека нет, что эти люди Евангелие когда-то держали в руках. Я здесь делаю... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!